Девочка-пай 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 ревайвал том фоггерти хотя это я немножко шучу у нас гостях такой же солидный благообразный в прошлом рокера может быть в душе еще осталось что такое роковое и он даже знает матное слово всех гитаристов каподастр костях у нас евгений полянский гели здравствуйте добрый вечер алексей я знаю что у вас на левой руке подушечки всех пальцев затвердели как не знаю как как титан да за годы бренчане есть такое дело изучая вашу биографию многие наверное удивятся тем что сейчас вы исполняете песни в так называемой жанровой жанровом направлении ну частично да до этого вы были в рок направлении многие путаются что же в вашей душе сейчас на больше всего лежит в сердце это все-таки рок направлении лишь шансон или все смешано винегретом я никогда как бы не надо все это дело не разделял дело в том что все что касается вот то что называют шансоном городским романсом она писала себя параллельно что-то оттуда подходил по каким-то катереем и появлялась в составе добавил в репертуаре состава там комендантского часа то есть это хат анд хэвен и дали так тяжело вот что-то блюзовую какую-то ну а деление такое не разводилось а вот те песни которых шли отдельным каким-то таким попутным это то что называют шансон городской роман сейчас но с другой стороны если бы ваши коллеги по цеху лет наверное 20 может быть 25-30 лет назад до узнали что вы пишете шансон они бы наверно посмеялись было такое дело было такое дело и не смеялись а очень сильно как бы ну был один человек могу упомнить его не был период когда играл составе такой аркинерольная группа джукбокс это было так сказать разводно от группы лобиновый атак это совсем изначально да это очень старинная группа то есть которая горла песни о ринг стоунс битлз и человек который укладил сергей баски лишенка он когда узнавал он всегда к этому относился очень так осуждением потому что как бы в его понимании это не музыка в общем-то человек очень фанатичным своим ну у нас ассоциации в россии по-прежнему осталось что есть шансон тут обязательно блатная музыка у тебя в семье кто-то сидел или у тебя какие-то есть предрасположенности к криминальному миру я не думаю что как бы городской романс или шансон это обязательно кто-то сидел это ну в общем авторская песня это то кто написал тут и исполняет обычно вот так да вот если сделать анжев какую-то более оркестровую такую и она будет эстеральная музыка и какому стилю это отнести очень то тоже я никогда стилем себя не ограничил что там клокотал а то и выход я предлагаю посмотреть не колокочущую но душевную песню в исполнении евгения полянского далее продолжим нашу шансонно-роковую беседу а а а а а а а а Как не хочется знать, что ушло, все как сон, И как жар, этих ласковых дней. Я плыду за тобой, в синей шумных вод, Вдаль такую, где холодно. Там, где тысячи лет, нет ни зим, ни дожди, Только лет. И солнечный свет скоро уводит снег, На ладонь мостовых белых блестках, Асфальт и томат. Я плыду за тобой, в синей шумных вод, Вдаль такой, где холодно нет. Там, где тысячи лет, нет ни зим, ни дожди, Только летом и солнечный свет. Я плыду за тобой, в синей шумных вод, Вдаль такой, где холодно нет. Там, где тысячи лет, Нет ни зим, ни дожди, Только лет, И солнечный свет. Там, где тысячи лет, И солнечный свет, И солнечный свет, И солнечный свет. Продолжается программа «Русская песня». В гостях у нас Евгений Полянский, Человек, которого мы ждали на протяжении всего года. Но только звезды нам показывали, Что нужно немножко переждать и подождать. И он у нашей студии. В нашем городе, под названием Волгоград, Была легенда, что гематоген делают из крови медведя. И мы в это верили. И вот мы копили эти 15 копеек, Колесок он стоил, И ели настоящую кровь медведя. Я знаю, что гематоген у вашей крови течет. Не медвежья кровь, но музыкальная. В вашем творчестве была тоже какая-то гематогенная стезия. Это был период 1985-1986 год. Встретились мы с интересным человеком на Шабловке. Мы работали под телевизионным центром. И на базе этого мы в любительском формате создали этот коллектив. Перед этим что вы поели? Гематоген? Да нет. Думали как назвать, чтобы никак ни у кого не ассоциации никаких не возникало. И вот это вот бабахнуло с его подачи. Ему назвались так. Потом Садовое кольцо стало. Но гематогеном были где-то. Довольно долгий период. Но после гематогена, наверное, должна была наступить эра настойка боярышника. Она тоже в аптеке продается. Да, настойка-то была, но не боярышник. Она всегда присутствовала, к сожалению. Кто-то, живя на этой волне, он счастлив по-прежнему. Не будем называть фамилии, имена. Если перечислять группы, в которых вы принимали участие, в той или иной степени, от бас-гитариста до солиста, их очень много. А в трудовой книжке это вообще зафиксировалось на протяжении вашей жизни? Да, есть союз концерт. Ну, допустим, бас-гитарист группы такой-то. Ну, там не писали конкретную специальность. То есть, коллектив артистов. Вот это и есть все, в той книжке. Начиная еще с тех времен, когда сами создали такой центр продюсерский, Садовое кольцо и тоже имели возможность штампелять. И кончая, то есть, организациями, в общем-то, как бы, законными совершенно. Если читать книгу Артемия Троицкого «Рух в союзе 60-70-80-е», то тогда в Советском Союзе еще в 85-м году существовали так называемые худсоветы. Вы под их гребенка попадали? Попадали, конечно. Ну, как? Успешно, неуспешно? Да, по-всякому. По-всякому было, в общем-то. Тогда еще существовали такие полуподпольные клубы. Перовский клуб. Ну, знаменитая клаборатория московская. Но это уже, по-моему, под оком комсомола все было. Ну, в общем, и там состояли. Я иду с командами. Рукастый перец, ногу свело. Там кардио металла уже существовало. Вот. И худсалеты они были, да. Ну, в общем-то, как бы там надо было исполнять какую-то одну-две песни советских композитов. Это было. Исполняли? Исполняли. Ну, мы застали это совсем чуть-чуть. Это все-таки более старших поколений. Было, а чего бы нет. Если брать эпоху 80-х, 90-х, 2000-х и сейчас 2014-х, когда было лучше? Когда было лучше? Ну, это для каждого, наверное. Ну, я думаю, что 80-е все-таки как-то душевнее все это было. Вот. Потому что сейчас, в общем-то, более холоднее, более так мимо проходя все. Честно скажу, что песни, которые вот так цепляли совершенно, вот, били по душе, уже давно не слышали. Я предлагаю посмотреть клип на песню «Владимирская Русь», хотя я шучу. Евгений Полянский по-прежнему с нами. Смотрим видео, далее продолжаем нашу беседу. «Владимирская Русь» Сколько боли и мук я принял с ними, милая мама. Предавай свой дом, уходя в шум ночного дождя. «Владимирская Русь» Ты учил меня не сгибаться, жить стойко и прямо. Я ж не принял твой свет, продолжал жить, играть, шутя. Выжигает кленовые листья осень наш год, И уже на подходе седая старуха зима. Но ушли без нуля все, кто верит, близок и дорог. А я вновь на распутье, и ангел не видит меня. Осень стерла вновь дождями мальца, Небо синь, осталось только сна. Жизнь за поворотом не кончается, Но не сбывется той, что жива мечта. Я не жду от судьбы ни подарков, ни слез подальше. Разруха в душе ненадолго я знаю и верю. Я уже видел свет там вдали, след моих покаяний. След прощения мне и к Богу открытые двери. Но опять все не так, я ушел, я от всех оторвался. Ты прости меня, мама, я в чем-то уже не с тобой. Ты учила меня не сгибаться, и я не сломался. Хоть и выпала карта, не умазать судьбы непростой. Осень стерла вновь дождями мальца, Небо синь, осталось только сна. Жизнь за поворотом не кончается, Но не сбывется той, что жива мечта. Продолжается программа «Русская песня». Евгений Полянский по-прежнему в нашей студии человек, который проживает в Москве уже на протяжении, наверное, скольких лет? Всю жизнь. Всю жизнь. Не хотелось куда-нибудь уехать в Дебри, не знаю, Камчатка, Бийск? Ну, если и хотелось, то съездить, а не уехать. Съездить, а не уехать. Как бы в Москве всегда. То есть, кстати, основное время. То есть, вот юношеская, детская, недалеко отсюда, в Кузьминках. А улица? Чугунная лаута. Улица Чугунная лаута. Это 127-й клад. Это далеко от Федора Полетаева. И школа музыкальная была там же закончена. Не там, а на Хохловке. То есть, это все недалеко от Любеевского. Кузьминки, наверное, можно считать шансонным районом. Коли мы сегодня про шансон говорим. Потому что там до сих пор живет в своей квартире Евгений Григорьев Жека, который Рюмка Водкина старе написал. Там же живет недалеко Михаил Шелик, Звенцов, Виктор Петлюр и многие-многие-многие. Там же находится студия Александра Маршала и Быкова. Вот эти шансонные места как-то в душе отражались? Ну, а как же. У меня стоял дом, девятиэтажка. Третий этаж мой был. И через 70 метров лес. Чуть подальше, меньше полкилометра, по-моему. Там Кузьминские пруты. Все это присутствовало. Есть реальная песня, которая написана именно о тех людях, о тех местах и о том времени. Я знаю, что есть такой замечательный исполнитель. Почему я знаю? Я с ним дружу Аскер Сидонь. Его называют Аскер Иванович. Он часто в парке Кузьминки в летний период времени со своим товарищем Женей Алтайским любит кушать на природе шашлыки. Бывало ли вам сидеть за ним столом и что-то, может быть, даже выпивать в виде крепкого целуенского чая? Долгая история, на самом деле. Общаемся очень давно, больше десяти лет. С Женей, с Алтайским, вообще очень тесно связаны. В общем, я думаю, что очень много, больше, чем один альбом, если так по песням судить. Анжаловки писал я. Было такое время. А вот песня у нее есть «Дамы и господа». Сели там и налили «Дамы и господа». Я не помню, но может быть, что это тоже. «Чикаго», по-моему, называется. Это моя. Это я сводил ее в Зеленограде где-то, по-моему. Я тоже ездил с ним на сведение. С ним познакомились вообще интереснее. То есть, когда я сделал первый состав, группа «Обратный адрес», чисто заточенный под шансон. Настал момент. Мы уже съездили в Сочи, там несколько сольных концертов. Вот так вот, ба-бах, и все сделали. Вот как-то все это прошло. Никто нас не остановил. Народу понравилось. Даже двухтысячные залы были полные забиты. И после этого, значит, возникла ситуация. Нас стали приглашать здесь, в Москве, в казино «Феллини», в казино «Манхэттен», туда выступать. Загородное казино. А мы удавились, как говорится, пить чай в это время. Очень плотно. На это самое, на радость. И поэтому, как бы, понадобился профессиональный продюсер, который занимается и держит, в общем-то, всех в надлежащем состоянии. Мы дали объявление в газету. И вот так вот появился Женя Алтайский, на самом деле. Он собирался быть. А потом как-то все вот так вот. И вот получилось, что дальше вот. Он начал сам петь. Я ушел в то, чтобы писать. Ну, а вот сейчас получилось. Почему такая вообще ситуация? Я вот тоже думал об этом. Почему вот сам стал все это делать. Сначала отдавал песни, а потом как бы начал сам. Тоже просто люди, которые были вот с комендантским частом связанные. Вот. Другие с Садовым кольцом. То есть, они уходили. Они уходили. Уходили те вокалисты, те действительно вокалисты, которые, в общем-то, я считаю, очень талантливые, одаренные. Вот. И я писал под них. То есть, я бы эти песни даже не спел. Есть куча песен кандидантскую сейчас, которые я не смогу спеть. Потому что там уже действительно рукавый вокал там все остальное. Вот. Я стал, в общем-то, как бы в память о них. Ну, это было как бы мотивом, да. Вот. После этого оказалось, что, в общем-то, очень многим людям это нравится. Вот. И дальше уже, помимо того, что это самовыражение, я уже начал заниматься этим. То есть, вот так вот. Вот. Но изначально это, то есть, в память о тех людях, которые шли. Я предлагаю на этой грустной ноте посмотреть видео, а далее мы продолжим уже на воле весело и смотрим видео. Снег, снег. Сизая московская судьба. Бег, бег. Суета с утра и до утра. Ты, я. Две дороги свяжем, мы и голь. И давно бессмысленны слова. Не судьба. Не судьба. Не судьба. А мне не сбиться полонзел с ночного небосвода. И миллионы блестков в снежной тишине. Год пролетел, как миль, и скоро снова новый год. Так пусть в нем повезет тебе и мне. Свет, свет. Убегает вереница дней. Свет, свет. Убегает вереница дней. Процесс, свет. И миллионы блестков в снежной тишине. Год пролетел, как миль, и скоро снова Новый год. Так пусть в нем повезет тебе и мне Взник, взник Снег, снег 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 после которого они замолчали сталинград так южноафриканская республика понятно откуда грузия присутствует вот заходят на ваш сайт жители солнечной грузии это откуда габаржоба такой кавказская по-моему не только из грузии только ну и то точно так же я думаю что наверно все-таки русскоязычные люди то есть может даже русские кто там живут хорошо эстония столь почему у вас такие песни с таким смыслом что не каждый эстонец может догнать эту мысль не дело в том что вот в годы службы советской армии очень много эстонцев литовцев абсолютно понимаешь друг друга отлично и да и все это было как бы все в одном не было тогда понятия того что кто-то там не поймет что-то нет абсолютно нормально все понималось и там тоже цветут поля и там тоже любит и влюбляется так что в общем-то то общее не нация не национально нету сожалению вас посетители из латвии но тем не менее всем тем кто живет латвии передаем привет и говорим с аркана из карпуса красное знамя мы еще здесь смотрим видео тем не в общем-то не-то Но киваете Броной, головой Так бывает в улице А потом не надо Наливать дорожную На нам массажок И жить исчезнет Без беды и в радости Ладно, отвалечивать Все, пора, пошел Уезжай, уезжай На травы хребричных мест Прощевай, протраживай Будет больше вам не лезть Уезжай, не порой По судьбе, не по злове И писать не обещаю Забывайте Обомнения Подразуман Выстилают реки Дороги в дороге Жить были на сто А душа в ранежье Все болит в том пальце И опять сложилось Из честного Из честного Уезжай, уезжай На травы хребричных мест Прощевай, протраживай Будет больше вам не лезть Уезжай, пусть не порой По судьбе, не по злове И писать не обещаю Забывайте По судьбе По судьбе Продолжается программа Русской песни Евгений Полянский По прежнему в нашей студии Смотрите, слушайте И запоминайте Потому что у него все хорошо Все красиво Пол Маккартни До определенного возраста У нас обычно в этом возрасте Выходит на пенсию в России А у них это считается моветон До этого возраста Лет, наверное, 55 Он не знал нотной грамоты Потом пришлось ему это все восполнять Пополнять И он стал писать Мюзиклы, оперы Для симфонического оркестра Какие-то забабаханные вещи Типа сюиты Я в этом плохо разбираюсь Я просто прочитал, что Евгений Полянский Даже написал рок-оперу Меч апостола Петра Есть такое? Да нет, я в другом я писал Это был такой человек Есть человек Добрый, здоровый Писатель Андрей Васильков Он написал книгу И по мотивам этой книги Как бы мы писали Вот этот вот опер Текст читал он сам Вот Приглашались певцы Для исполнения тех или иных песен То есть, арика Вот Мы ее закончили Она есть Ну вот как бы Пока вот есть и есть Но она не издавалась, да? Нет Песни есть кое-какие На сайте у меня Ну в общем Там абсолютно Никакого стилевого Такого вот Притянутости Начиная от Бардовских песен Кончают То есть, металлом Там есть какая-то Конва Либретту Конва есть, да Конва есть, то есть, там В общем-то Суть в том, что Связано Две временные Такие Два временных Пространства То, которое был Апостол Пётр И сравнивается с Поскольку Сам Андрей Он офицер Сравнивается Вот С нашими Горячими Точками Вот это все Вот вместе Вот Если Любовь там Ну там все В общем Это интересно Вообще Ну Никуда это все не пошло Пока лежит Вот И Это ему решать На самом деле Я только писал Анжаровки Мелодия А что еще за рукопера? А это я не делал Это у меня есть такая Сказка Для взрослых Она лежит в столе Из нее Многие песни Кстати, звучат на концертах Но в общей Вот Целиком Все это я написал Еще не сделал Не было возможности Не было Занимался слишком Разными вещами То есть Вот Занят коллективами Разные То есть Это все Не дошло Пока еще До этого А когда идет Мне уже будет казаться Что что-то надо подправить Это вечная история На самом деле У меня вот Был человек К сожалению Он Вовремя У меня Вытаскивал Из-под рук что-то И говорил Все Полянский Это готово Потому что я могу Это вот так Перенжаровывать Делать Переписывать И доводить Это уже Он говорил Что все Это нормально Готово Чуть остыв Я видел Что да Сколько не остывших Песен Сейчас лежит В ящике В ящике В ящике Они еще горячие Да Много Но хочется новое Что-то Хочется новое Потому что Надо двигаться Не то что двигаться Надо Когда Берешь Ту песню Написал До этого Начинаешь Делать Одно Ощущение А когда Ты пишешь Новое Что-то Здесь Другое Состояние И Вот Этого Состояния Не хватает Если Будет позволено Может быть Еще Что-то Напишу Весной Я был на одном концерте И встретился с одним исполнителем Он 15 лет Мыкался По России По Москве И он сказал умную фразу Точнее Он к ней сам пришел Он говорит Раньше я брал Количеством Теперь беру Качеством Я наконец-то понял Количеством Песен И концертов Раньше брал Количеством Сейчас беру Качеством Я тут думаю так Что она Качеством Как бы Не то слово Если это все Идет от души От себя То количества Не может быть Не хватит Не хватит То есть это на полный Выхлоп какой-то идет Вот Состояние такой Выжатости Если его нет После конца То значит Ничего не произошло И тем более Людей очень сложно Обмануть Те которые всегда слушают Если это цепляет Значит все идет нормально Но за этим следить тоже Если Здесь Что-то другое Здесь связь какая-то Вот Если это происходит То все нормально Если нет То Значит Лжешь Я предлагаю посмотреть Не лживую песню А далее продолжим Нашу беседу Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр! И Занесло Занесло Мое слое О, там данный дом Стало пусто холодно В домике моем На войну Ни в кого Все одно Вспомнение А кому-то Вот сейчас За мое Веселье Занесло Мое слое Занесло И Занесло Болело Да слезой Отно заволось Может Каяться не время Может Есть еще Приют Да Скипаться надоело Вдом Ходил А там Не ждут А ну стой Да что за чёрт? Я тебе не видеть В моём и в пеном суде Лишь её знамени Будто я один взял Словно не только лодочка Может, чем кого похожи Люди ж везли не иначе Будто кличет полный бомж Не уютно стало И малого Да не понять Мать его устала Он очнётся Ото сна Сдает, успокоит Только слышу У окна Тоже кто-то воет Что ж молодец Так и стой Ложит в доме у меня Подошёл Хотел утешить Глядь, молодец В сне Что за девочки Козлы От него, как от огня Боин Боба Белый слава А под ним опять же я Музыка 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 Ну что ж Уважаемые телезрители С большим прискордием сообщаю что наша беседа подходит к своему нелогическому завершению. В гостях у нас был Евгений Полянский, который приехал нам в гости влюбиться из города Героя по названию Москва. Видите, язык запретается от счастья, радости и не знаю даже чего. Вопрос такой, Евгений, на концертах, если взять зрительскую аудиторию, больше кого? Мужчин, женщин, молодежи или тех, кто после пенсионного возраста? Наверное, все-таки молодежи не так много. Есть возрастной. Почему? Потому что, чтобы понять некоторые песни, надо это не почитать в книжке, не в газете, надо это не узнать, а просто прижить. Поэтому молодежь, когда выходит девочка, начинает петь шансон. В основном, людей в зарослах. Последний концерт, не концерт, а выступление было. Нельзя говорить последний, крайний. Да. В городе Людиного, на день города, там площадь людей, очень много людей, то есть тысяч, может быть, пять. Все это прошло очень замечательно, благодаря Славе Мишину, очень хорошему человеку. И там таких праздновок, естественно, все возрастают, все веселятся, все танцуют, воспринимают, очень хорошо. Самый необычный подарок от поклонников, который можно вспомнить за свою творческую жизнь. Может быть, банка каких-то необычных соленых огурцов или букет черных роз. Ну, что-нибудь такое. Горзина, понимаешь? Ну, тоже, кстати, Волоградский бычий сердце. И издалека. Может быть, какой-нибудь браслет, шитый поклонницей, не знаю, из бисера. Ну, самый необычный. Может быть, нож какой-нибудь острый. Ну, и нож был, кстати, нож подарил. Варежка теплая. Да, вот подарил человек нож в Сочи еще в конце этого. Нож самодельный, то есть наборный. Был такой подарок. Ну, а так, в общем-то, подарки не было, особый подарок. Хорошо. В этом году планируются концерты, допустим, в Москве в «Альма-Матер» или в «Низде глухаря» или еще где-нибудь? Я думаю, да. Все это будет с осени начиная, потому что я взял таймал просто на лето, потому что это усталость была. Сейчас, я думаю, все это будет. Будут новые песни. Хочу еще написать песни для группы Михаила Круга. Для Марины Шамшонковой. Да, замечательный человек. Что-то вот. То есть, думаю, в конце это и будет творческая деятельность какая-то. Тогда, пользуясь случаем, приглашаю к нам приходить в конце этого года. Спасибо. Мы узнаем, что за это время произошло. Уважаемые телезрители, заходите на сайт Евгения Полянского. Там у него все, как говорили раньше, в 70-е годы в ажуре и в шоколаде. А мы с вами говорим до свидания, до следующей недели. Слушайте Евгения Полянского. Там где-то на земле. Там где-то на земле. Где небо северно стойно. Идут холодные дожди. И день и ночь сплошной стеной Там ходит ветер по полям Клочки, опоры, мануалета Все больше день длиннее ночь Все больше тьмы, все меньше цвета Там где-то на краю земли Синые сосны, снегом дружку И сколько вновь не молит Никто тебя здесь не услышит А снежный сам окружен глаза И не надеясь, не зови Не купавай на небеса Коль занесло на краю земли Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дальше Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok